Деревянный теремок, спрятанный в центре города на улице Семинарской, с первого взгляда не производит впечатления жилого. Выбитые и раскрытые на стеж окна вокруг горы мусора, а табличка на подъезде гласит, что жильцов должны были расселить еще до июня 2017 года. Однако две квартиры до сих пор остаются жилыми. Елена Завьялова и Ваха Шамаев оказались заложниками весьма странной ситуации. Дело в том, что администрация готова выделить им квартиру, но почему-то одну на двоих. Мы не можем понять, почему. Они просто объединили, а мы даже не видим ни подписи, ни заявления, на каком основании нам это делают. Мы предоставили все документы, что у нас разные лицевые счета, разные входа-выходы. Его квартира отдельная моя, у нас просто общая кухня, как коридор считается. Все, больше у нас ничего нет. Когда мы начали оспаривать это решение, мне есть такая Столярова. Она мне открыто сказала, будешь много говорить, вообще ничего не получишь. Ну, наглую, прямо при моем адвокате. Ты есть никто, и тебя звать никак. Елена и Ваха написали уже не одно письмо и в прокуратуру, и уполномоченному по правам человека, и в администрацию президента. В ответ приходят только отписки. На прием губернатору попасть им никак не удается. Сейчас идет судебный процесс по их принудительному выселению из аварийного жилья. Елена с соседом не против, но только в том случае, если им, как и положено по закону, предоставят две отдельные квартиры, а не одну, которую в администрации соседям предложили продать и на вырученные деньги купить две квартиры. Мы предложили администрации продавать и дайте нам отдельно, так как всем получили, у нас жильцы получили все, на лесопарковый пятиэтажный дом у всех отдельные квартиры. Также весь дом считается у нас коммунальным. Соседям приходится проживать в доме, который уже давно был признан аварийным. Здесь протекает крыша, а воду, чтобы постирать и помыться, приходится набирать буквально по каплям. Вот это наша вода, которая вот навсю до конца откручена. Мы набираем непосредственно в канистры, также готовим, также стираемся, убираемся. К слову, горячей воды в этом доме не было никогда, а готовили жильцы всегда на электрических плитках. Но теперь они лишились и отопления, а наступивший ноябрь далеко не самый теплый месяц. Дом этот, по словам Елены Завьяловой, появился здесь в 1936 году. Причем его не построили, а привезли разобранным из Солочи и уже на месте собрали вот этот деревянный теремок. Можете себе представить, в каком состоянии на сегодняшний день находятся имеющиеся коммуникации. Суммируя все вышесказанное, делаем вывод, жить в таких условиях практически невозможно. Отопления здесь нет, крыша протекает, воды тоже нет, ну разве что так, что капает с крыши. Но и въезжать двум абсолютно посторонним людям в одну квартиру, согласитесь, тоже не дело. Наша телекомпания отправила запрос в администрацию города с просьбой разъяснить, каким образом могла сложиться подобная ситуация. Когда ответ будет получен, мы обязательно еще раз вернемся в дом номер 13 Г на улице Семинарской. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Игорь Глотов, телекомпания «Город».